В одном из самых живописных уголков Самарской области в селе Ширяево гостей фестиваля встречают с песнями, танцами и караваем. Есенинская осень 44-й раз проходит на родине любимого друга и единомышленника Сергея Есенина, поэта Александра Ширяевца. Здесь подготовили обширную музыкальную и развлекательную программу. Традиционно звучат и стихи Сергея Есенина. Ты по-собачьи дьявольски красив, с такой милой, доверчивой приятцей, и никого ни капли не спросив, как пьяный друг ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, но та, что всех без молний и грустней, случайно вдруг сюда не заходила. Народный артист Республики Башкортостан, актер театра «Самарская площадь» Геннадий Муштаков исполнил фрагмент моноспектакля «Алмазный мой венец». И замотав вокруг горла кашне и нахлобучив на голову кепку, которые имели на нем какой-то иностранный вид, оскорбленный мулат покинул редакцию. Организаторы для гостей фестиваля подготовили мастер-классы. Дети и взрослые делают оттиски на бумаге. Это древнейшая техника гравирования по дереву. На доску наносится краска, потом накладывается бумага и вот так вот разглаживается и получается оттиск. Ну, в зеркальном изображении, разумеется. Гости фестиваля изготавливают мужской оберег «Солнечный конь» и куклы-куватки. Их считают хранительницами очага. Сотрудники Самарского художественного музея, которые проводят мастер-классы, заранее заготовили весь необходимый материал. На одну такую поделку уходит от пяти до десяти минут. Ее можно забрать с собой на память. Взять две обычные тряпочки, просто свернуть их и сделать в туловище. Ну, как примерно здесь заготовка только, да? Все это достаточно крепко должно закрепляться ниточкой, веревочкой. Самарским модницам тоже было на что посмотреть. Дизайнер Юлия Коган представила коллекцию в русском стиле. Мы сегодня показываем русскую уникальную коллекцию, которая состоит из модного тренда – это молодежные толстовки, вот с таким вот красивым шитьем вологодским. И, конечно, наш любимый Павлопосадский платок. Звучат на фестивале давно полюбившиеся песни «Травушка-муравушка», «Не слышно шума городского», «Ах, Самара-городок», «Калинка-малинка» отговорила роща золотая. В исполнении солистки оперного театра Надежды Сорокиной. Под аккомпанемент – лауреата всероссийских и международных конкурсов, обладателя губернтских грантов в области культуры и искусства, ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии «Волга-фонд-бэнд» под управлением Дмитрия Буцикова. С каждым годом фестиваль «Есенинская осень» становится более масштабным. Мне кажется, что это место, оно всегда обладало невероятным притяжением, притягательностью. Не зря именно здесь остановился Илья Ефим Черевин 150 лет назад. Я думаю, что ежегодно эта земля так и будет приглашать, притягивать к себе талантливых людей. На фестивале представили свои картины именитые художники. Например, Наташа Тур показала цикл пленэрных работ из путешествия по Волге. Также в гостях в Ширяево побывал живописец Михаил Шаньков, который приехал в Самарскую область из Москвы. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.